засветился сейчас все привет дорогие друзья всем доброе утро мы продолжаем изучать притчи царя соломона мишли мишли глава сейчас 18 начиная 18 главу вообще 18 это очень хорошим числом число значения слова 18 хай хай это жизнь 18 жизнь то есть youth head до хай значит и поэтому на час 18 глава которая дает всем жизненную силу энергию значит жизненная сила должна быть все значит доброе утро саша хомяков и иринка нити нити чинка всем привет роза халилова доброе утро из сочи вообще до стела телевник из германии все отлично значит мы продолжаем 18 глава и первый отрывок вас блат косов привет значит первый отрывок 18 главы он звучит так значит летова летова ивакеш нефрат значит того это вожделение значит к вожделению ивакеш это просит нефрат это отделенный значит вожделению стремится как бы просит вожделение отделенной сейчас мы знаем кто такой отделенный беколь тушия и тгала значит во всяком тушия это как бы такая вот очень крут ну крутое знание один перевод а второй перевод тушия это ослабление то есть это слово можно и так и так перевести значит по есть два комментаторы здесь разошлись в объяснение этого отрывка дают совершенно абсолютно разные два значения давайте по первому идем к вожделению стремится отделившийся и всякая мудрая такая вещь она открывается вообще непонятно да вот так вот читаешь переводят на русский вообще неправильно прихоти ищет своенравный восстает против здравого смысла вообще это вообще перевод на русский не походит то что обычно переводят значит смотрите кто такой во-первых нефрат отделившийся если делившиеся в двух сторон и то есть если делившиеся в сторону большой святости если делившиеся в сторону наоборот большой несвятости есть самое такое слово кадош святой вот на верите кадош 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 мы говорим да а к дыша это еще второе значение этого слова это проститутка. Да. То есть это или ты отделяешься в сторону святости от нормы, или ты отделяешься в сторону грязи от нормы. Но в любом случае вот это вот слово Акадош это отделившееся. Здесь тоже нефрат. Двое комментаторов трактуют по-разному. Одни говорят это отделившееся в сторону святости. И кто такие отделившиеся в сторону святости? Были такие назиры они назвались. Они брали на себя дополнительные по отношению к обычному человеку обязательства не пить вино, не стричь волосы и так далее. То есть они были отделившиеся от даже разрешенного назиры. Значит были прушим. Прушим это которые тоже отделившиеся. Например самая известная община прушим это Кумранские пещеры. Есть Кумранские пещеры где нашли свитки возле Иерусалима. Самые древние свитки. Там жила община отделившихся которые святые такие люди. Они туда уходили значит они ну то есть полностью они как бы не хотели иметь никакого вообще связи ничем нечистым. Теперь если вдруг вот этот вот отделившийся он захочет вожделения как он может захотеть вожделения у него может внутри например это вожделение его начать ну шарашить еще сильнее. Он отделился даже от разрешенного и у него в этом вот воспаленном воображении знаете как есть ходят которые там глаза закрывают такие в самолетах вот они ну что вообще женщин не видеть и он так так боится женщину не видеть что он прям все время не думает. Это есть известная притча про двух буддистих монахов которые шли там по тропинке и там стояла женщина возле ручья и она не могла перейти и один буддистий монах ее взял такой и перенес. Потом они идут идут уже полдя тут второй буддистий монах ему говорит слушай говорит а нам же буддистим монахам то нельзя вроде до женщин касаться мы же ну как бы брали обеды какие-то там безбрачия все такое а тот ему говорит какая женщина он говорит как какая ты же ее вон с утра перенес через ручей он говорит так я ее перенес и там оставил а ты ее целый день в голове несешь так вот этот вот отделившийся если он захочет вожделения то первые комментаторы объясняют что его может накрыть еще сильнее если он отделяется даже от разрешенного то есть Бог не зря сделал там плодитесь размножайтесь и так далее то есть идти как бы ломать свою человеческую природу оно не сильно рекомендуется если уже в этом случае тот кто отделился от нормального хода вещей в сторону святости и потом он вдруг начинает опять эти вожделения хотеть то по этому объяснению по первому что во всем его слабость раскроется то есть его как может так крутануть что ну капец то есть если ты уже долго там человек не ел не ел не ел потом бах и как нажрался напился и ну то есть его может это даже убить его может это по первому объяснению то есть если ты отделялся то ты уже не можешь голодающий человек который голодал например лечебное голодание он не может сразу после этого там отбивную съесть он умрет ему надо потом если он отдалялся то ему нужно так же плавненько ну там входить обратно вот в эти все истории по другому объяснению что тот кто отделился в сторону грязи то есть он наоборот он был был с Торой например он там соблюдал все потом он бах все бросил пошел во все тяжкие быколь туши во всех знающих и понимающих те люди которые ну остаются в мире Торы они сразу это все раскроется то есть по нему видно будет все понятно будет ничего ну все это выходит наружу то есть идет два объяснения если ты ушел в сторону святости то тогда если ты пошел к вожделению то тогда тебя ну может оно убить если ты отделился от уже от нормы да ушел вниз то тогда то что ты пошел в сторону вот этого вожделения оно раскроется и видно будет и ну то есть люди знающие все это поймут понятно да ну все теперь значит второй отрывок второй отрывок не захочет ксиль не захочет грешник ксиль это грешник по вожделению вот еще раз как устроен человек у него есть человек как компьютер у него есть тело тело запрограммировано на выживание на размножение то есть это уже как бы прошивка такая да то есть компьютер с прошивкой на выживание на размножение дальше у человека есть эмоциональная сфера с прошивкой на стремиться к удовольствию и убегать от страданий. Это главное как бы в эмоциональной сфере. Если у человека рациональная сфера, это как устроен мир, по каким принципам я живу и куда я в этом мире двигаюсь. Это рациональное мышление, набор правил, представлений о себе и о мире. Теперь, если человек в этом наборе правил представления о мире, он его не развивает и не вкладывает в него Тору. Тора это знание о том, как работает мир, знание о божественной природе и знание, как соединиться со своей душой и перейти на следующий уровень. Это Тора. Теперь, если Торы нету, то вместо Торы у человека просто какие-то правила, которые напихали в него другие люди, и он обслуживает только размножение, выживание и кайфовать по жизни. То есть, его вся рациональная часть, все его мышление работает только на обслуживание инстинктов и на обслуживание желания получать удовольствие и избегать страдания. Если он в рациональную свою часть запрограммировал знание о том, как перейти на более высокий уровень своего развития, духовные, соединиться с Богом, тогда рациональная часть борется с частью эмоциональной и с инстинктивной для того, чтобы ее подчинить более высшим принципам, которые сформулированы в Торе. Теперь, вожделение это стремление к получению удовольствия. И есть грешник, который уже знает о том, что есть Тора, есть Бог, есть более высокие уровни, и он, узнав об этом и поняв, что это так и есть, он все равно не может справиться со своим вожделением, и он говорит, все, ладно, значит, Бог, ну не могу я справиться, и давай грешить. Это называется грешник по вожделению. Есть грешник-скептик, он изучил это все, он говорит, а кто сказал, что это так, а это не так, я считаю, что это все не так, я считаю, что надо по-другому. И он начинает выстраивать свою философию, идеологию, и самый худший вариант, когда он в эту идеологию втаскивает других людей, как там Карла Маркс разные и так далее, то есть он начинает продвигать какое-то свое описание мира, это называется грешник-скептик, который отрицает основы. Грешник по вожделению это тот, кто основы не отрицает, но он не может идти по ним, потому что его животная эмоциональная система сильнее, чем его рациональная часть. И вот здесь это было как вступление для тех, кто не слышал это в предыдущих главах. Теперь в второй отрывок 18 главы он говорит так. Значит, ло яхпоц ксиль битвуна. Вот этот ксиль, грешник по вожделению, он не хочет слушать вещи логические и размышления, рациональные вещи. То есть он, когда слышит вот эти вот рациональные размышления, логика и так далее, он говорит, все, оставьте меня вообще, не хочу это слышать. То есть он не хочет усиливать, он потому и идет на поводу вожделения, что его рациональная часть очень слабая. И он, написано, не хочет, ло яхпоц, не захочет ксиль, вот этот грешник по вожделению, битвуна. Битвуна это свойство мышления, логика то, что называется. Понимать вещи из вещи, анализировать, складывать, сопоставлять и так далее. Ксиль этот говорит, оставьте меня, а что он хочет, и им будет голод либо. А хочет он просто проявлять то, что в его сердце находится. Эмоциональные такие вот пустые разговоры, а у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод, а у нас сегодня кошка родила, а вчера котят. А ты видел фильм там «Титаник»? Да, «Титаник» вообще такой фильм. Я вчера анекдот слышал, очень смешной. Значит, мой дедушка, он, когда увидел «Титаник», он сразу начал всех предупреждать, что он утонет. Он кричал, он предупреждал, он прямо хотел людям сказать, он утонет, прямо кричал, кричал. Но люди не слушали, не хотели его слушать. Они все равно его побили и вытянули из кинотеатра. Очень смешная анекдот. То есть это просто, вот это примерно то, о чем говорят грешники по вожделению. Они все время, ну просто чисто болтают, знаешь, посмеяться, поржать поэта, обсудить, в киношку посмотреть, ну и так далее. То есть они не хотят утруждаться, они хотят плыть по вот этой вот ассоциативно такой вот спокойной связи. И ну зачем напрягать мышление? Понятно, да, идея? Это был второй отрывок, который показывает нам, также показывает путь, как вылезти из вот этого вот эмоционального болота, вылезти через... Почему говорят, что если тебя ецерара, злое начало тебя, ну съедает, и чувствуешь, что не ты управляешь собой, а ты плывешь по течению, то тащи его куда? В Бэтмедраж, в Дом Учения. Потому что когда ты изучаешь, особенно ты изучаешь Талмуд, например, или вот мы Мишли изучаем, притчи царя Соломона, ты вынужден напрягаться, сопоставлять. Ну а Талмуд, когда начинаешь учить, то просто у тебя вот эта вот рациональная часть, она просто становится такой прямо, ну... Ну ты становишься реально профи рационального мышления. И наоборот, твоя эмоциональная часть ослабляется, потому что у тебя иллюзии все рушатся в три секунды. То есть все вот эти вот эмоциональные, вау, там так классно. Ты сразу, где там? Кто сказал? Какое классно? Как ты можешь знать, что будет с тобой завтра вообще? Я вот там, там такое, все. Ну ты что, не понимаешь, что это рекламщики тебя чисто, ну, хлопают своими картинками. Какое там классно? Кто тебе сказал? Я мечтаю там вот об этом, у меня мечта там BMW X5. Все, так понятное дело, что надо продавать BMW X5. Так сделали из нее вот эти ролики красивые, все. Но сядешь ты в эту X5, и ты не будешь себя чувствовать лучше, чем на стуле или на кресле. Ну то же самое, ну только секундное наслаждение, опять ты гонишься за следующей иллюзией. Все. То есть рациональное мышление, оно все это побеждает, и ты понимаешь, что реально есть какой-то мир, который вот этот мир иллюзии, и дальше есть вечность. И этот мир иллюзии надо пройти максимально рационально, правильно, ничего, без передибов, без всяких таких вот сложностей. Прошел, подготовил себе место на кладбище, умер спокойненько, и двигаешься дальше. Все просто, понятно, правильно. Значит, третий отрывок, третий отрывок 18 главы. Бывораша ба гамбуз, в им колон херпа. Значит, когда приходит злодей, значит, мы знаем еще тоже предисловие небольшое, что есть люди трех категорий. Есть люди цадики, это праведники, которые победили свою природу, вот эту, они полностью только за Бога, во всех там нюансах и мелочах, они чемпионы, они победили злое начало. Есть люди обычные, нормальные люди, которые средние такие, да, то есть они как бы живут, они ничего плохого не делают, но они не особые цадики, да, такие, просто, ну, живут нормальной жизнью. Есть злодеи. Злодеи это те, которые активно, вот они как бы обратная сторона цадиков, они активные создатели, производители зла. И вот если приходит такой злодей, с ним вместе приходит буз, буза это презрение. Приходит презрение, что значит левозот, это позорить кого-то, да, заходит злодей и говорит, да, говорит, слышали этот Порошенко, ну такая свинья вообще, ну только, ну, конечно, ну он, конечно, лучше, чем Путин, но, ну, вообще, а хуже всех, знаете, кто? И давай, он всех, значит, пропозорил тех, этих. Потом, значит, тут сидит кто-то, он говорит, да, говорит, что-то ты сегодня плохо выглядишь вообще. И он, значит, давай, вот это злодей, он как бы, он все позорит, он все обесценивает, он все, вот ищет зло, ну, как бы не просто ищет зло, а он как бы очерняет все, да, это его как бы суть. И что, и что дальше? А дальше, значит, и с ним вместе приходит позор. Значит, что это значит? То есть, та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. То есть, каждый человек, он, он, он создает ту реальность, которая потом находится. И тот, кто думает, что позорит других, он сам остается при этом чистый и белый, он как-то приподнимается, он глубоко ошибается, потому что тот человек, который позорит других, на что может рассчитывать? На такое же отношение к себе, потому что другие люди, они просто передадут его слова куда надо. Ну, то есть, тому, про кого он говорил плохо. Тот, про кого он говорит, и сами же при этом подумают. Вот такая он сволочь, да, то есть, он сейчас за глаза этого позорит, этого позорит, этого позорит. Я только отвернусь, что он про меня скажет. Понятно, что он про меня скажет. И вот эти вот, ну, то есть, то, что человек производит, то потом на него и получается. И вот мы сейчас читали недельная глава Ноах, да, вот как раз в эту субботу. И там было очень интересно написано, прямо этот закон видно, когда строили Вавилонскую башню, они, значит, боялись, что Бог их рассеет по миру. И они, из-за того, что они боялись, что Бог их рассеет по миру, они начали строить эту Вавилонскую башню. И, значит, когда, ну, там, они строили-строили, в общем, вся дальнейшая сейчас события, и написано, и Бог их рассеял по миру после этого. Так объясняет Раши там, он говорит, то, чего они боялись, то с ними и произошло. И приводит, поскольку как раз из Мишли, что то, чего, там, про Раша написано, то, чего Раша боится, он на себя приводит. То есть, еще раз, получается так, что действует очень сильно этот принцип мера за меру. То есть, то, что человек в своем мышлении, он производит, он думает на эту тему, то он это как создает. Вот, если человек боится, что с ним будет плохо впереди, то он как будто бы это как цель его, да? То есть, он, какие у тебя основания, чтобы думать, что будет плохо? А, ты, значит, не веришь, что Бог тебе хочет хорошо. Ты думаешь, что тебе положено плохо. Но какие у тебя основания думать, что будет плохо? Понятно, да? Это не я про президентов говорю, Оксана, пожалуйста. Это я показывал пример неправильный, как злодей действует. Я, да, не злодей. Я, наоборот, обрети вырезать это, да, потом вырезать и сказать, смотри. Нет, это не я так думаю. Я вообще про президентов не думаю. Вот так, прямо конкретно. Я про президентов не думаю. Я за робота вообще. Я вот недавно встречался с роботом София, и мне пришла идея, что должны вообще быть президентами роботы. Самый лучший вариант будет для президента. Роботы честные, потребляют только электроэнергию. То есть, президент, у которого ему кроме электроэнергии ничего не надо. И у него программа честность, справедливость и действие только по закону. Закон, в него вкачивается конституция, в него вкачиваются законы, желательно, нежелательно, я верю, что божественные законы должны в него вкачиваться. И он, значит, сопоставляет законы, все эти законы и действует только согласно конституции и закону. Все. Вот это президент. И тогда вот это будет прикольная система, потому что ему ничего личных, у него нет интересов. Его интерес только как должно быть. То есть, президент, он гарант конституции. Он должен только заботиться о том, чтобы была, четко соблюдался закон. Вот если это его главная забота, тогда будет в стране порядок, как должно быть. А если у него есть другие какие-то заботы, то тогда, конечно, горе той стране, в которой президент имеет другие заботы. Хорошо. Значит, давайте, сколько прошло уже минут? Все, 20 минут, еще 5 минут осталось. Значит, последний отрывок сегодня. Маем амутим диврей пи-иш. Нахаль нове мекор хахма. Значит, написано так. Вода глубокая, слова, которые выходят из рта человека. И нахаль это ручей текущий из источника мудрости. Значит, что это значит? Если мы рассмотрим процесс вообще разговора, процесс разговора, то он выглядит следующим образом. Для того, чтобы человеку что-то сказать вслух, ему вначале нужны эти слова откуда-то получить вовнутрь. То есть, слова внутри могут родиться только из того, что уже есть внутри. Я не могу сейчас начать говорить на китайском. У меня нет китайского внутри набора слов. То есть, как бы я ни старался, я ничего не вытащу на китайском. Ни одного слова. При всем уме, там, настрое и так далее, нет у меня китайских слов внутри ни одного. Теперь, для того, чтобы человек мог что-то произнести, оно должно было в него вначале откуда-то попасть. То есть, источники информации, это могут быть слова других людей, это могут быть книги, могут быть фильмы, могут быть... Но это всегда внешний источник. Теперь в человека попадают эти слова, и они у него внутри оседают на жестком диске, то, что называется в подсознании, долговременная память. У него оседают эти слова, выражения, и уже, когда они сложены в какие-то конструкции, это называется убеждения, принципы, ну и так далее. То есть, у каждого человека есть внутри набор каких-то представлений о мире, которые в него попали снаружи. Причем попали совершенно непонятно источник, нефильтрованный, непроверенный многие. Ну, то есть, очень однобоко. Каждый человек видит мир, ну, то есть, с какого-то там одного ракурса. Причем интересно, что у большинства людей, так как источники были разные, то очень много внутри не сходится, вообще не сходится. Теперь дальше. Для того, чтобы что-то произнести, у человека есть намерение какое-то, он, он, как бы, у него есть желание что-то или объяснить, или доказать, или что-то сделать. То есть, у него появляется вначале намерение, и потом это намерение на него изнутри накручиваются, накручиваются какие-то слова, которые соответствуют намерению. И когда у него есть внутри такой, ну, продуманный, тренированный запас слов, то тогда у него есть намерение, и эти слова фух, сразу выходят. Но процесс этот похож на то, как здесь написано, вода глубокая, слова, выходящие изо рта человека. У обычного человека, у которого эта система не тренированная, то ему вытащить из себя слова какие-то, ему достаточно тяжело. Вот меня спрашивает там оператор, видеооператор, ну, вот на YouTube-канал, который я снимаю видео, он говорит, а вы как готовитесь, вы сценарий пишете, или вы полностью текст? Я говорю, вообще не готовлюсь. Мне главное название, да, видео, вот, и мне главное придумать тему, а дальше я просто с одного дубля все записываю. Он говорит, как? Я говорю, 20 лет тренировки. То есть, это не то, что я сейчас вдруг могу что-то придумать. Я вообще ничего придумать не могу, то есть, у меня есть те вещи, которые я изучаю, 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 там, я, ну, 2-3 часа в день могу что-то изучать. А потом у меня есть намерение, и эти слова, и они выходят из меня, да, понятная идея. Теперь, обычно у человека, это как, когда он хочет что-то из себя достать, у него это занимает время. У него это занимает время, то есть, он оп, и выходят обычно те вещи, которые на поверхности, не самые умные, не самые глубокие, большинство людей за свои слова, они вообще не отвечают. То есть, у них выходит, что вышло, и он такой думает, ничего себе, вот я сказал, а что это я сказал вообще, да? Если он задумается, почему всплывает именно эта мысль, и могла ли всплыть у него другая, и могла ли всплыть у него другая формулировка, могла, могла, могла и могла. А почему именно это всплыло? Ну, не знаю, вот так. Теперь, нахаль нуве макор хохма. Но если у человека есть уже то, что называется хохма, божественная мудрость, он начал эту божественную мудрость себя прессовать уже из Торы. То есть, это не просто какие-то знания, это знания от Бога, из Торы, и он это изучает, повторяет, изучает, повторяет, изучает, повторяет. И он, когда я, помню, я начал учить Торы, я начал учить пертьевод наизусть. Я, там, первый год я эти пертьевод, я выучил, я помню, 4 или 5 глав наизусть. И у меня просто вот так вот эти пертьевод, я пихал в себя, пихал, оно не заходит. Я повторял, повторял часами. Повторял, чтобы у меня появились вот эти вот мысли из Торы, чтобы я принимал решения на базе этих мыслей. И вот я, значит, это все напрессовал, напрессовал туда. Но я сейчас хочу сказать не про себя. Есть такие раввины, вот, кто считается там, великие раввины, да? Великие раввины считаются те, у которых внутри Тора, он полон Торы, и из которого выходят, как вот этот вот источник слова Торы. Я просто был на, иногда на выступлениях, недавно вот умер, Рамоша Шапира был такой, да? Или есть там Равраковский, который сейчас жив. Да, вот Рамоша Шапира, вот его фотография, вот можно показать? Да, что там? Как раз здесь фотография Рамоша Шапира. Вот так он выглядел, да? Но смысл в чем? Во время, когда он говорил, он говорил очень глубокие вещи. У него было такое вот ощущение, что он как присоединен к какому-то глубинному источнику. Из него выходили вот эти вот вещи прямо как источник такой. И у него прямо такие жух, как выходили из него. То есть это не было что-то заготовленное такое, да? У него прямо было видно, как это из него, через него звучит вот эта божественная мудрость. И есть, ну, несколько таких вот людей, которые дошли до такого уровня. То есть это очень чувствуется. То есть когда человек просто говорит, из него выходят слова такие поверхностные. А когда из него идет прямо вот такая, через него идет вот эта божественная мудрость. И то есть если, ну, мне повезло, что я несколько таких людей видел. И вот почему у меня нет, вообще нет сомнения в Торе. Во-первых, потому что когда изучаешь Тору, понятно, что человек это не мог написать. Но просто не мог, когда там письменная Тора, ну, оно не может, никто не может придумать так, чтобы все сошлось по математике, по каким-то дематриям, по каким-то там вот такие вот перекрестные ссылки. То есть это нереально написать, чтобы какой-то бедуин там 2000-3000 лет назад сел и все это сопоставил и написал. Нереально. Но второе, я видел людей, которые знали всю Тору. И когда ты видишь этого человека, то есть это именно ощущение истины, то есть вот этого света. Жих! Вот Равыц как Зильбер был. Вот на него просто, когда я с ним попадал в одну комнату, любой человек там. У меня так отец стал религиозным, брат стал религиозным. То есть интеллектуально невозможно доказать человеку там в 70 лет, что это правда, который всю жизнь был нерелигиозным, как у меня отец. Но когда он один раз приехал к Равзильберу и посидел полчаса на уроке, то его просто, вот он вышел и все, и стал религиозным. То есть его прямо накрыло реально вот этот свет Торы, да, то что называется. И он в 73 года сделал обрезание, там все такое. Хорошо. Значит все, на этом мы останавливаемся. И что из этого следует? Почему мы делаем выводы? Как выводы... Зачем делать выводы? Для того, чтобы в себя правильно мысли эти загружать на жесткий диск. Когда вы что-то изучаете, изучаете Торы и так далее, очень важно сделать вывод и повторить, повторить. То есть тот, кто учит и не повторяет, похож на человека, который сеет и не собирает урожаи. Поэтому давайте сейчас сделаем выводы. Значит у меня выводы с сегодняшнего урока какие? Ну как всегда, со злодеями не общаться, то есть они только позор вокруг себя делают. Вот дальше, вожделение не хотеть и наоборот, чем больше ты изучаешь божественную мудрость, тем у тебя больше контроля рационального разума над всем. И третье, это естественно, что нужно очень важно наблюдать за своими словами и понимать, из какого источника они идут. Или они идут из мультиков каких-то, или они идут от соседа, или они идут из чистого источника божественного знания. И нужно очень как бы себя отлавливать. Ну естественно, нельзя говорить всякие плохие слова, негативные слова. Запрещено категорически предполагать и думать о том, что будет плохо, потому что этим ты создаешь, что будет плохо. То есть, все только Бог хочет всем добра, Бог всех любит, и Он дает нам все инструменты для того, чтобы прожить счастливую жизнь и уйти в вечность. Все, удачи, успехов, жду ваши выводы. Сделайте свои выводы, обязательно поделитесь уроком. То есть, это очень важно, делать действия сторой. Делиться уроком, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на страницу, поделитесь страницей со всеми своими друзьями. То есть, мы активно продвигаем добро. Все, удачи, успехов, хорошего дня.